Ну вот, значит, мы сидим сейчас, ожидаем шоу крокодилов. Купили два билетика. Шоу крокодилов, они по 250 рублей. Ривьер, в парке Ривьера. Сидим, ожидаем. Вот билеты, которые мы взяли на шоу крокодилов. Сейчас уже пойдем туда в Двенавушку. На 12 часов. Сейчас без одной двенадцать. А пока... А пока здесь вот карусели детские гоняют. Ну вот, идем, прозвучала команда. Заходить. Пойдем сейчас. Идем потихонечку. Потом говорят, там дадут бесплатно в руки крокодила. Мы фотографируемся с ним. Наверное, маленького картодина будет. Вот, пока поднимаемся. По ступенькам. Нет, фото видишь? Разрешено. 350, 400, 500. И вон лежит крокодил. Так это настоящий? Конечно. Здравствуйте. Смотрите, мы располагаемся вокруг вольера шоу. Для вас, точнее, через пять минут прямо вольере. Фото и видеосъемка приветствуются. Как статуя замер. Зубов-то нету в яичках? Нет, есть. Ну какие маленькие зубки? Ну, все равно. Все оспиленные. Не выбитые, а спиленные. Три крокодила. Сказали, четыре крокодила. Четыре. Надя, может, в воде лежит? Он живой. Живой замер просто. Он даже не дышит. Может, он устал? Каждые 15 минут в шоу. Каждые 20 минут в шоу. Вот у них в 11 часов были еще. Сейчас не надо. Сейчас не началось. Так. Вот такой здесь вольер для крокодилов. Вот вид отсюда на парк Ривьера. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Не шелохнутся эти крокодилы Сейчас через 5 минут начнется, пока ожидаем Субтитры создавал DimaTorzok 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 Долгое ожидание Долгое ожидание Долгое ожидание Долгое ожидание Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну что ж, во-первых, разрешите поприветствовать вас на нашем экстремальном шоу крокодилов? Зовут меня Константин. Сегодня познакомлю вас с этими очаровательными созданиями. Итак, друзья, в этом вольере находятся три нильских крокодила. Но, знаете, во всем мире они еще более известны, как крокодилы-людоеды. Я думаю, вы прекрасно догадываетесь, почему же их так все-таки назвали. Просто вы можете вдуматься в следующие цифры. Оказывается, 80% несчастных случаев, произошедших с участием человека и крокодила, приходится именно на эти особи. В мире за год они убивают порядка 200 человек. Попрошу заметить, ничего не придумываю. Это все официальная статистика. Ну а мы будем уже с ними знакомиться в таком случае. Начнем мы наше знакомство с самого маленького крокодила в этом вольере. Зовут его Джокер. Ему 9 лет. И знаете, у него сейчас довольно сложный период в жизни. У него полным ходом идет процесс полового созревания. Начинают просыпаться инстинкты, которые говорят ему защищать свою территорию. Но, будем честны, с этой задачей он пока что не справляется, поскольку он не самая крупная особь в этом вольере. Если он сейчас проявит агрессию, наш здоровяк его просто съест. Потому как крокодилы являются еще и каннибалами, поедают себя подобных. По этой причине могу к нему вот так сплотную подойти, его погладить. А если я его хорошо поглажу, он мне за это даже лапку подаст. Правда, мой хороший. Ой, да ладно, не шипи только на меня. Ой, какой страшный. Я слишком близко подошел, не нравится ему. Знаете, даже в столь юном возрасте этот парень уже развивает силу укуса в 80 килограмм на квадратный сантиметр. Этого, в принципе, достаточно для того, чтобы отхватить маленькую детскую руку, к примеру. Особого труда это ему сделать не составит. Ладно, лапку-то на удачу все равно подает. Представляете? Молодец, мой хороший. Ладно, оставим его в покое и идем дальше. Ко второму крокодилу. И вот тут ситуация кардинально другая. Этот крокодил у нас особенный. Между прочим, он единственный в этом вольере, кто не боится нашего доминанта. Представляете? Все потому, что это наша единственная самочка. Зовут ее Вера. И в этом, конечно, тоже есть определенная проблема. У нас здесь два самца и одна самка. Из-за чего самцы частенько конфликтуют между собой, дабы завоевать ее внимание. Но знаете, она у нас вообще дамочка-то с характером. И может дать отпор даже нашим самцам. Да и вдобавок, у крокодилов есть еще одно очень мощное оружие. Помимо зубастой сильной пасти. Это хвост, который крокодилы используют как хлыст для того, чтобы сбивать свою жертву с ног. Сила удара настолько велика, что достаточно одного такого хорошего хлесткого удара для того, чтобы облить меня водой, либо сломать мне ногу. К сожалению, слишком хорошо знаю, о чем говорю. Но знаете, я лишний раз к нашей верочке стараюсь даже не приближаться. И на то у меня есть довольно весомая причина. У нее здесь есть защитник. И мало того, что он доминант этого вольера, так ведь еще и при длине тела 3 метра, 84 сантиметра и весом уже по 400 килограмм. Ох, мадам, а я на вашем месте бы убрал руки из вольера. Это еще и самый большой нельский крокодил в России. И, признаться честно, этим фактом я ну очень сильно горжусь. Ведь я с ним работаю как-никак. Зовут этого гиганта самым настоящим таким мужским именем. Мы его назвали Йося. Можно Йосенька его называть, ему очень даже нравится это имя. Йоске 25 лет. При условии том, что крокодил живет 90-100 лет, у него вся жизнь еще впереди. И, представляете, даже самые древние и опасные хищники на нашей планете у нас, оказывается, еще и очень сильно любят ласку. Представляете, они вообще обожают, когда их чешут. Вон, вы посмотрите, сразу как голову поднял, глаза закатывает от удовольствия. Ну, как домашний питомец, серьезно. Вот вы, девушка, завели бы себе такого домой? Обязательно. Обязательно, потому что никакие грабители не страшны, представляете, они заходят, а он там лежит довольный, но голодный. Вот так, целый день лежите и чешьте его, чтобы у него хорошее настроение было. Ну что ж, с крокодилами я вас познакомил, со мной я тоже думаю, более-менее все понятно. Ну, а я считаю, что пришла уже пора приступать к тому, зачем вы сюда сегодня пришли. Я говорю про экстремальные трюки. Первый трюк у нас называется «Поцелуй смерти». Я думаю, комментарии к нему не нужны. Но я надеюсь, что у нашего Йоси и вправду хорошее настроение, а мне сегодня совсем немного даже и везет. Да, признаться честно, фу, это был не самый лучший поцелуй в моей жизни, бывали как-то моменты и поприятнее, да и поцелуи, кстати говоря, тоже. Ну что ж, а мы с вами двигаемся дальше, к следующему трюку. И вот он является самым опасным, который только может позволить себе укоротитель. Это была так легкая разминка. Сейчас в эту очаровательную и очень мощную зубастую пасть я попытаюсь уже запихнуть свою предпоследнюю руку. Опасность трюка состоит в том, что он может просто взять, да и захлопнуть свою пасть в абсолютно неподходящий момент. К примеру, когда-то будет находиться моя рука. Но самое интересное будет происходить дальше. Просто представьте, вот эта тушка способна вращаться вокруг своей оси с такой бешеной скоростью, что просто переломает мне абсолютно все кости, но и по итогу оторвет мне руку. Ребята, по чему, запах крови в стороне тоже не останутся. Ну и в таком случае это будет мое последнее представление. Ну да, согласен, что это жутино говорил, но у нас же все-таки развлекательная программа, так что все будет хорошо. Я в этом почти уверен. И давайте-ка уже будем с вами приступать к трюку, верно? Ведь наш Йоси готов, я готов. Я думаю, уважаемые гости тоже готовы, правда? Ну и отлично. Давайте будем начинать. Прошу все внимание напасть. Давай, брат, не подведи меня. Ну вообще, знаете, есть у меня одно небольшое предисловие к этому трюку. У меня ведь 4 года назад еще был наставник. Не спрашивайте, почему был, все равно не расскажу. Так вот, он мне постоянно говорил одну и ту же фразу, которую я очень хорошо запомнил. Он говорил, если ты в своей жизни все-таки додумаешься до того, чтобы засунуть свою руку в пасть крокодила, то это сулит тебе счастье, здоровье, удачу, благополучие, богатство, красавицу и умницу жену. Да, в общем, все это в твоей жизни, конечно же, будет, парень. Но вот знай, не будет у тебя только одного. Не будет у тебя мозгов, так больше не делать, потому что трюк действительно очень опасен. Ну серьезно, засунуть руки в пасть крокодилу еще. Додуматься до такого нужно. Но, как я и сказал у нашего Йоси, прекрасное настроение сегодня. Кстати, не вижу причины этим не воспользоваться. Ведь следующий трюк является еще и моим любимым. Скоро поймете, почему. Давай, мой хороший, с тобой немножко подвинемся для следующего трюка. Мне, знаете, все равно почему-то кажется, что вам-то здесь, ну, не особо-то страшно. Ну серьезно, вы ведь стоите здесь за бронированным стеклом, везде у нас здесь натянутая сетка. И вам, в принципе, ничего не угрожает. Но вы ведь пришли сюда в поисках острых ощущений, правда ведь? И я готов этими ощущениями с вами поделиться. Я, знаете ли, вообще не жадный. Так вот, знаете, почему этот трюк мой любимый? Да на самом деле все очень просто. Исполнять этот трюк буду уже не я. Но вы что, всерьез подумали, что все трюки здесь будет исполнять один единственный укротитель? Да так же неинтересно. Следующий трюк уже исполняете вы. Вот сейчас будет интересно. Смотрите, сейчас каждый желающий может зайти ко мне сюда в вольер, во-первых, почувствовать, что такое находиться внутри с крокодилами, во-вторых, даже прикоснуться к этому хищнику, представляете? За что? Идем? Ну, дверь же открыта. Смотрите, ну, правила безопасности, куда же без них. Во-первых, вольер строго по одному человеку. И вот эту линию сейчас никто не пересекает. И сеточку руками не трогаем. Смотрите, мадам, за задней лапой не заступаем, все, остальное можно погладить и потрогать. Аккуратненько встаем и выходим. О, девушка доказала, что это безопасно. Кто следующий? Иди, иди, иди. Да как это? Когда вы еще прикоснитесь к такому огромному хищнику? Сейчас мужчина пойдет, аккуратненько иди, во-вторых. Давайте, мужчина, все то же самое. У меня телефон помирает уже. Вот так, отлично. Ну, я так понимаю, девушка все-таки не передумала, да? Давайте, идите. Нет, у меня просто телефон зарядка. А я, а мы вас заснули. А просто зайти погладить. И мы вам видео перекинем. Что телефон-то зарядка? Давайте. Ну, попробуйте, там нет, прям есть процент. Сфотографируют. А я давайте фото сделаю вам, да? Да, все. Аккуратненько, не торопитесь. Вот. Давайте, гладьте. Ой, хорошо. Вышел хороший снимок. Отлично, отлично. Все. Да, ты. Так, ну и даже это еще не совсем все. У меня для вас остался небольшой подарочек. Ожидаем меня здесь. Сейчас я вам кое-кого принесу. Ани, у него крокодила. Так, вас ничего не скроешь. Конечно. Нам уже сказали. Да, или что? Мы его раньше. А мы его не фотографируем. Ну, посмотрим. Сейчас, может, не так. Вот сюда нажимай, вот сюда, вот сюда. Вот на эту кнопочку, вот на эту. Давай. Так, вы посмотрите, это наш маленький нильский крокодиленочек. Зовут его Густав. Ему один годик, и с ним у нас можно сфотографироваться. Года с ним бесплатная на ваши девайсы. Но есть огромная просьба. Пасть у него не завязана, поэтому голову не трогаем. Все остальное можно погладить и потрогать. В руки его все равно никому не даю, просто рядом со мной встаем и фотографируем. Вот так. Да, и руку на него можно положить. Две руки. Раз. На верхнюю. Кнопочку на верхнюю. Отлично. Тогда возвращаем. Опять. Отлично. Челкай. Замечательно. Спасибо. Так, мы все нормально. Теперь вы. У меня вот так. Сейчас, 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 не торопись. Знаешь, куда? Да, да, да. Замечательное шоу, спасибо вам большое. Хорошо, что вам понравилось. Спасибо, что пришли в гости. Спасибо. А можно вопрос? Да, конечно. На правой руке что за шрамы? Это я с великом упал. Неудачно? Неудачно. Смотрели, да? Да. Спасибо. До свидания. Ну, все. На этом шоу закончено. Субтитры сделал DimaTorzok.